На месте событий государственный инспектор по пожарному надзору Люберецкого района Сергей Зубков восстанавливает хронологию происшедшего. По его словам, в тот злополучный день в квартире находилась мать с двумя детьми двух и шести лет. Выйдя из ванной, она обнаружила, что из комнаты, в которой был старший ребёнок, идёт дым. После этого женщина покинула помещение, чтобы позвать на помощь соседей. По итогу, спустившись на низ лежащий этаж, вернулась обратно в помещение своей квартиры, вроде как с какими-то подручными средствами пожаротушения, соседями. Но к этому моменту уже возможности не было попасть в помещение квартиры, и здесь уже прибыли сотрудники пожарной охраны. Сотрудники службы спасения вовремя прибыли на место пожара. И во время ликвидации огня в квартире на восьмом этаже в одной из комнат они нашли двухлетнего ребёнка. Он был сразу же передан сотрудникам скорой помощи и доставлен в Люберецкую районную больницу детскую. Также в ходе тушения пожаров в одной из комнат был обнаружен труп ребёнка 2009 года рождения. На данный момент по факту происходящего пожара ведётся проверка, устанавливается причина пожара. Сотрудники службы безопасности напоминают, что обнаружив огонь, дым или запах гари, необходимо немедленно вызвать пожарную помощь и не поддаваться панике. Помимо этого, нужно предпринимать и меры для тушения пожара имеющимися подручными средствами. Необходимо понимать, что покидая помещение, где происходит возгорание, необходимо закрывать за собой дверь, потому что в случае открытых дверей у нас образован дополнительный приток кислорода. И за счёт этого огонь быстрее распространяется. И ликвидировать его уже в дальнейшем будет намного тяжелее. Также важно не забывать о других людях, которые находятся рядом, и сообщить им о пожаре. А также не оставлять без присмотра детей. Помните, соблюдение мер безопасности поможет спасти как вашу, так и чужую жизнь. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.